Может быть, многим даже не понравится. Ведь сегодня нет практически человека, который бы не носил часы. Часы есть в телефонах, на руках. Часы мешками продаются по цене один доллар на любой вкус, сделанные в Китае как легально, так и нелегально. Видишь, а если мы возьмем всего лишь 70 лет назад, ну, 80, это была такая редкость. Подарок, часы, это все равно, что сегодня тебе подарили виллу. И не только в нашей стране. Это было очень дорогое удовольствие, часы на руках. А время надо было как-то знать. А потом те часы, которые были на руках, еще имели привычку спешить или отставать. И не всегда ты мог у радио послушать вот это пи-пи-пи точное время. И как проверяли люди точное время, я задаю тебе вопрос. Кроме радио, нет. Люди точное время проверяли по прибытию поезда. В каждом городе были вокзалы. И если Московский должен прийти в 18.22, то он останавливался в 18.22. И ты мог поправить свои часы, если они уходили вперед. Если Рижский или Ленинградский, или Киевский приходил в 21.04, то ты точно мог поставить свои часы на 20. Они не опаздывали. Время сверяли по прибытию поезда. Как же этого добились после разрухи, гражданской войны? Насколько я знаю, не знаю, опровергнут меня историки или нет, но это из достоверных уст. Добились очень просто. Добились тогда, когда министром путей сообщения был Фелькс Едмундович Дзержинский. Из-за малейшего нарушения на дороге был введен расстрел. Я не знаю, сколько людей расстреляли. Я не знаю, какими методами добивались исполнение этого приказа. Может быть, и не расстреливали. Может быть, более что-то мягкое, но достаточно жестокое было по отношению к людям, работающим на дороге. Но именно тогда, когда министром путей сообщения стал Дзержинский, поезда начали ходить так, чтобы по их прибытию или отбытию проверялось точное время. Что бы я сделал? Ты спросил меня. И, естественно, у тех, кто нас служит, возникнет эта идиотская мысль «вел бы расстрел». Нет, нет, ни в коем случае. Государство вообще не имеет права расстреливать человека. Ну, представь, большой-большой человек расстреливает какого-то маленького гнома. Ну, это он возьмет его, посадит куда-то. Говорит, сиди здесь всю жизнь. Не может большой так наказывать маленького, уничтожая его. Но первый бы указ было бы жесточайшее наказание с лишением имущества. Не знаю, чего. Но того, без чего человеку очень-очень было бы плохо за неисполнение тех законов, которые уже приняты. за лавирование между законами. Вот это было бы... Потому что законы все, они вроде бы правильные, они хорошие. Исполнение, а главное, как это говорится, регулятор этого исполнения, он абсолютно не отлажен, он разболтан, его трактуют кто как хочет. И потом, как в случае с этой милой дамой, о которой мы говорили, Васильевой, никто ни за что не отвечает. Субтитры создавал DimaTorzok